Так вот, едем мы на Форде Торус, а ехали мы на Ниссане Авенере, и тогда бы увидели проблемки с моей головой, потому что жена бы сняла с другой стороны. На Ниссане Авенере мы ехали практически дома. И тут человек из Таджикистана, владеющий правами из Таджикистана, в котором была почему-то прописана категория Д. Вот, он подрезал нас слева и решил повернуть направо. Ладно, я вовремя тормознул, поэтому я не размазал его 99-ю о свой автомобиль. Успел вовремя. А потом возник вопрос, как же мы должны были страховать свою машинку? Почему такой вопрос возник? Я не понимаю эту проблему, потому что я, так же как и моя жена, ездит очень-очень давно, и не попадает на страховку. Потому что, во-первых, мы понимаем, и во-вторых, не нарушаем правила. То есть у моей жены период страхования, это, извините, 15 лет. И она ни к кого не въезжала. То же самое, что и я. А теперь эта проблемка. То есть у людей возникает какая-то штучка. Она в компьютере сделана, понимаете? Она такая веселенькая. Видите, как люди ездят, да? Ограничение 80 км в час. А еще поехал. Ну да ладно, не в том суть дела. И мы обратились в страховую компанию «Энергогарант». Я, в принципе, сразу объяснил, что, ребят, все, в принципе, нормально. То есть мы страхуем на полгода. Зачем нам дольше? Потому что разные автомобили у нас есть. Сумма должна быть небольшая. И тут прилетело. Вместо того, чтобы ей показать, какой у нее коэффициент страхования, то есть 12, да? Ей сказали, что у тебя третий коэффициент. То есть еще мне влупили сумочку. Мне стало это очень не нужно вообще. То есть зачем мне платить лишние деньги? За что я должен платить лишние деньги? Потому что такого и не должно было быть. То есть мы никогда ни в кого не въезжали. И, честно говоря, вот моя супруга тоже думает, кто же занимается и кто втыкает вот в эти компьютерные прибамбасы различные информации. Потому что она уже готова, да, пойти и найти, и показать, и объяснить, что она в течение 15 лет ни в кого не въезжала. Но только возникает вопрос, а кто будет дальнейшую сумму выплачивать? Потому что, ну, представляете, да? Пойти, объяснять, втирать людям. Для чего все это делается, я лично не понимаю. Так что подумайте, прежде чем вы куда-то обратитесь. И что это у вас будет за страховая компания? Такая, как эта? Да нет, спасибо. Вот такую, как эта, вообще и не надо.